Девятая заповедь. Исход двадцатый шестнадцатый стих. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. А это значит, не будь лживым ни в отношении себя, ни по отношению к другим. Если ты лжешь о самом себе, ты сам знаешь, что лжешь. Но если ты наговариваешь на кого-то другого, тот другой знает, что ты о нем клевещешь. Когда ты расхваливаешь себя и хвастаешься перед людьми, люди не знают, что ты ложно свидетельствуешь о себе, но сам ты это знаешь. Но если ты станешь повторять эту ложь о себе, люди со временем поймут, что ты их обманываешь. Однако, если ты станешь повторять одну и ту же ложь о себе, люди будут знать, что ты лжешь, но тогда ты сам начнешь верить в свою ложь. Так ложь станет у тебя истиной, и ты, свыкнешься с ложью, как слепец, свыкается с тьмой. Когда ты клевещешь на другого человека, тот человек знает, что ты лжешь. Это первый свидетель против тебя, и ты знаешь, что клевещешь на него, значит, ты второй свидетель против самого себя, а Господь Бог — третий свидетель. Следовательно, когда бы ты не произнес ложного свидетельства на ближнего твоего, знай, что против тебя покажут трое свидетелей — Бог, ближний твой и ты сам. И будь уверен, один из этих трех свидетелей разоблачит тебя перед всем миром. Вот как Господь Бог может разоблачить ложное свидетельство против ближнего. Есть притча о клеветнике. В одном селе жили два соседа — Лука и Илья. Лука терпеть не мог Илью, потому что Илья был человек правильный, работящий, а Лука — пьяница и лентяй. В приступе ненависти Лука обратился в суд и донес, что Илья говорил бранные слова в адрес царя. Илья защищался, как мог, и под конец, обернувшись к Луке, сказал, «Даст Бог, Господь сам откроет твою ложь против меня». Однако суд отправил Илью в темницу, а Лука вернулся домой. Подходя к своему дому, он услышал плач в доме. От ужасного предчувствия кровь застыла в жилах, ибо вспомнил Лука проклятие Ильи. Войдя в дом, он ужаснулся. Его старый отец, упав в костер, сжег себе все лицо и глаза. Когда увидел это Лука, он нанемел и не мог ни говорить, ни плакать. На заре следующего дня он отправился в суд и признался, что оговорил Илью. Судья тут же отпустил Илью, а Луку наказал за лжесвидетельство. Так Лука за один грех понес два наказания и от Бога, и от людей. А вот пример, как ближний твой может разоблачить твое лжесвидетельство. В Ницце жил один мясник по имени Анатоль. Некий богатый, но нечестивый торговец подкупил его, чтобы тот дал ложные показания против своего соседа Эмиля. Что он, Анатоль, видел, как Эмиль облил керосином и поджег дом этого торговца. И Анатоль засвидетельствовал это на суде и присягнул. Эмиль был осужден. Но он поклялся, что когда отбудет наказание, станет жить лишь для того, чтобы доказать, что Анатоль лжесвидетельствовал. Выйдя из тюрьмы, Эмиль, будучи человеком дельным, скопил вскоре тысячу наполивондеров. Он решил, что отдаст всю эту тысячу, чтобы заставить Анатолия признаться перед свидетелями в своей клевете. Прежде всего, Эмиль нашел людей, знающих Анатолия, и составил такой план. Они должны были пригласить Анатолия на ужин, хорошенько напоить его и тогда сказать ему, что им нужен свидетель, который бы на суде под присягой показал, что некий трактирщик укрывает грабителей. План удался на славу. Анатолию изложили суть дела, выложили перед ним тысячу золотых наполеондеров и спросили, может ли он найти надежного человека, который бы на суде показал то, что им нужно. У Анатолия загорелись глаза, когда он увидел перед собой кучу золота, и он тотчас заявил, что сам возьмется за это дело. Тогда приятели сделали вид, что сомневаются, сумеет ли он проделать все, как надо. Не испугается ли, не растеряется ли на суде? Анатолий стал горячо убеждать их, что сумеет. И тут они его спросили, приходилось ли ему когда-нибудь делать такие вещи, и насколько успешно. Не догадываясь о западне, Анатолий признался, что был такой случай, когда ему заплатили за ложное свидетельство против Эмиля, которого в результате отправили на каторгу. Услышав все, что им было нужно, друзья отправились к Эмилю и все ему рассказали. Наутро Эмиль подал жалобу в суд. Анатолия судили и отправили на каторгу. Так, неминуемая кара Божия настигла колеветника и восстановила доброе имя порядочного человека. А вот пример, как сам лжесвидетель признался в своем преступлении. В одном городке жили два парня, два приятеля, Георгий и Никола. Оба были неженаты, и оба влюбились в одну девушку, дочь бедного ремесленника, у которого было семь дочерей и все незамужние. Самую старшую звали Флора. Вот на эту Флору и заглядывались оба друга. Но Георгий оказался более быстрым. Он посватался к Флоре и попросил приятеля быть шафером. Николу обуяла такая зависть, что он решил во что бы то ни стало помешать их свадьбе. И он начал отговаривать Георгия жениться на Флоре, ибо, по его словам, она была непорядочной девушкой и гуляла со многими. Слова друга поразили Георгия, как нож острый, и он стал уверять Николу, что этого не может быть. Тогда Никола сказал, что сам имел связь с Флорой. Георгий поверил другу, отправился к ее родителям и отказался от женитьбы. Скоро об этом знал весь город. Позорное пятно пало на всю семью. Сестры стали упрекать Флору, и та, в отчаянии, не имея возможности оправдаться, бросилась в море и утонула. Примерно через год Никола зашел в церковь в Великий Четверг и услышал, как священник зовет прихожан к причастию. «Пусть не подходят к чаше воры, лжецы, клятвы преступники и те, кто замарал честь невинной девушки. Лучше бы им принять в себя огонь, чем кровь чистого и невинного Иисуса Христа», — закончил он. Услышав такие слова, Никола задрожал, как осеновый лист. Тотчас после службы он попросил священника его исповедать. Что священник и сделал? Никола признался во всем и спросил, что ему делать, чтобы спастись от укоров нечистой совести, которая грызла его, как голодная львица. Священник посоветовал ему, если он действительно стыдится своего греха и боится наказания, рассказать о своем проступке во всеуслышание через газету. Целую ночь Никола не спал, собирая всю свою храбрость, чтобы покаяться публично. На следующее утро он написал обо всем, что сделал. А именно, как бросил позорное пятно на почтенное семейство порядочного ремесленника и как солгал своему другу. В конце письма он приписал. «До суд я не пойду. Суд меня не осудит на смерть. А я заслуживаю лишь смерти. Поэтому я сам себя приговариваю к смертной казни». И на другой день он повесился. «О, Господи! Боже праведный! Как же несчастны люди, которые не следуют Твоей святой заповеди и не обуздывают железной уздой свое грешное сердце и свой язык! Боже, помоги мне грешному не погрешить против истины! Умудри меня истиной Твоей, Иисусе, Сыне Божий! Испепели всю ложь в сердце моем, как садовник сжигает гнезда гусениц на фруктовых деревьях в саду! Аминь! Аминь!